Карагандинская область вошла в зеленую зону относительно заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщают в пресс-службе департамента санэпидконтроля Карагандинской области. В ведомстве также сообщают, что смягчение карантинных мер проводится не ранее 7 дней после перехода в зеленую зону из желтой. Тем временем за минувшие сутки COVID-19 заболели еще 74 жителя Карагандинской области. Будто дуло пистолета держали у висках. Карагандинка, отдавшая более 12 миллионов тенге-гадалке, рассказала, почему она это сделала. Напомним, необычное интернет-мошенничество расследуют полицейские в Караганде. Ольга попросила не показывать ее лицо. Призналась, что за три последних месяца посидела, не может спать и живет на таблетках. Работает инженером на заводе. О том, что с ней случилось до последнего момента, не признавалась никому. И лишь когда почти все заработанные и отложенные деньги кончились, сказала маме. В социальных сетях заходил ко мне. Вот я разложил, говорит, карты, и, говорит, у вас, говорит, порча. На вас навели порчу, и, говорит, я могу вам помочь убрать эту порчу. За деньги. И по телефону общались, и через соцсети. Он так взял, что как будто я под гипнозом была. Я не осознавала ничего. Я на тот момент, тревога была. Тревога на душе была. Как будто он возле виска держал этого пистолета. Такое ощущение было. Общение с мошенником проходило два с половиной месяца. На его страницах в соцсетях было фото женщины, рассказала Ольга. Но по телефону он представился Ахметом. Запугивал женщину и обещал, что если она не переведет ему деньги, ее родные заболеют. В общей сложности он выманил у нее 12 миллионов 266 тысяч тенге. Женщина и сейчас живет в страхе и не может понять, как могла подчиняться чужой воле. В городе Петропавловск был задержан подозреваемый лицом. Житель города Петропавловск, ранее судимый, состоящий на учете в органах внутренних дел за кражи. Который дал признательные показания с помощью социальных сетей. Он создал поддельный аккаунт, приобрел его в инстаграме, купил. И через него, уже входя в доверие людям, путем обмана совершил данное преступление. И присвоил денежные средства, которые он потратил на свои личные нужды. Материальные вещи не покупал, он тратил их на себя, тратил на знакомых. По словам полицейских, 23-летний подозреваемый сейчас находится в следственном изоляторе в Караганде. Он не работает. Преступление совершил, пока 4 месяца жил в Шахтинске.